Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Сегодня, 8 мая 2021 года, Илон Маск, наконец, проведет свой вечер в эфире вечернего субботнего шоу SNL. На это событие DoggyCoin предсказуемо реагирует ростом и уже снова достиг 70 центов. Doggy скоро обгонит бинанс по капитализации, для меня это просто сумасшествие. Это еще одна причина, по которой я считаю то состояние рынка, в котором мы сейчас находимся, нерациональным. Когда взлетают монеты а-ля Илонс Сперм, мы понимаем, на этом рынке слишком много лишних новеньких пассажиров, которые еще не разбираются в том, что такое криптовалюта. А криптовалюта это далеко не шутка, криптовалюта это то, что меняет финансовый мир прямо сейчас, пока мы с тобой говорим. Инвестирование в криптовалюту у профессионалов. Этот проект – революция в мире децентрализованных блокчейнов. Новички. Хм, логотип выглядит круто. И название прикольное. Покупаю на всю котлету. Ты же понимаешь, как это закончится. А точно так же, как и всегда, все эти новички будут жестко пострижены и покинут этот рынок в обиде на него. Вот тогда этот рынок, наконец, станет рациональным. И когда это случится, нужно будет находиться в действительно качественных проектах, которые действительно что-то меняют в этом мире. И это точно не вот эти вот монетки. Но я отвлекся от главной темы. Три дня назад я снял видео, в котором провел небольшое расследование твиттера Илона Маска на предмет каких-то завуалированных намеков от отца Доги Коэна. И такие намеки мною были найдены. Кстати, большое спасибо за 112 тысяч просмотров. 5 мая 2021 года появился этот коротенький видеоролик, который загрузил пользователь Адамс Эппл. В нем мы видим Илана Маска, который раздает автографы встречным прохожим. И первое, что я подумал, когда смотрел это видео, неужели этот человек не испытывает стресса совсем? Вокруг него десятки человек закидывают его вопросами, а он еще держится молодцом. Все эти люди пытались получить некоторые инсайты от Императора Марса. Но этот парень хорошо справился и даже оставил подсказку нам о том, что Илон Маск все еще считает Доги Коэн выбором номер один. О чем мы и говорили в этом видео. Его спрашивали о том, что он будет делать в сегодняшнем выпуске вечернего субботнего шоу SNL. На что он ответил, является ли Доги Коэн выбором номер один. Как ты, наверное, помнишь, в моем видео три дня назад мы нашли спрятанную подсказку, что Илон Маск считает, что Доги Коэн станет валютой номер один в криптопространстве. Мэтт Уоллес, известный Доги Коэн блогер, в Твиттере пишет, комментируя это уличное видео и то, что он услышал от Маска. Похоже, Илон Маск, используя эти странные формулировки, дает нам понять, что наше расследование насчет подсказки о Доги Коэне номер один – отличная работа. Причина, почему я согласен с этим, заключается в том, что если бы меня спросили, что я буду делать в новом выпуске популярного шоу SNL, и если бы я планировал, как говорит Маск, говорить о Доги Коэне на этом шоу, я бы ответил, что расскажу что-то про собака Коэны. Но Илон Маск ответил, что Доги Коэн – это выбор номер один, не так ли? Это очень странная формулировка, которая намекает нам на то, что наше исследование его Твиттера насчет Доги Коэна, похоже, имеет место быть. Я так взволнован вашим появлением в шоу SNL, как вы вообще настроены? Что вы собираетесь делать на этом шоу? Ммм, Доги Коэн является выбором номер один, да? Коэн Слейер пишет, SNL – это комедийное шоу, Доги – это шутка. Что делает людей счастливыми? Хорошая шутка. Думаю, грядет что-то грандиозное. Если мы почитаем комментарии под этим постом, то мы увидим, что большинство людей согласны с тем, что Илон Маск намекает сообществу о том, что да, действительно, мы разгадали его посыл правильно. Но даже если это не так, Илон Маск все же подтвердил, что речь в шоу пойдет о Доги Коэне, и поэтому Доги снова подскочил на 30% за последние сутки. И совсем скоро, очевидно, обгонит Бинанс Коэн, у которого действительно есть большие проекты, в отличие от Доги Коэна. Кроме этого, на рост Доги Коэна влияет и новостной фон. Например, очень большая новость из Канады, что сеть ресторанов KFC готовится принимать Доги Коэн в качестве оплаты. Он уже находится в списке их желаний. Это очень большие новости для Доги Коэна из Канады, и если его действительно начнут принимать KFC, кто знает, к чему это может привести. Также Изи ДНС тоже начинает принимать и Доги Коэны в качестве оплаты. Это, кстати, тоже в Канаде. Похоже, Канада станет первой страной в мире, в которой можно будет спокойно жить, если у тебя нет никаких денег, кроме Доги Коэна. Представитель торговой сети Изи ДНС пишет, мы были первыми в стране, кто начинал принимать биткоин, эфириум, лайткоин, и теперь мы первые в стране принимаем Доги Коэн. Запомните, кто был первым. Ботс Инк в Пуэрто-Рико тоже теперь принимает и Доги Коэн в качестве оплаты за все свои товары и услуги. Тоже неплохая новость для Доги Коэна. И на сайте петиции я нашел вот эту под названием «Доки для Амазона. Примите Доги Коэн в качестве платежного средства». Подписалось уже более 200 тысяч человек и следующей целью является 300 тысяч подписей. На данный момент Амазон не принимает криптовалюты в качестве оплаты вообще, что вызывает трудности у людей, у которых нет доступа к традиционному банкингу. Представляешь, что будет, если они реально будут принимать Доги Коэн. Это не просто большой толчок к принятию собака коэнов, ну и первая криптовалюта, которая вообще будет приниматься на Амазоне. Ссылку на эту петицию я оставлю в описании, если у тебя будет желание ее подписать. Похоже, Доги Коэн и правду нацелен на 1 доллар, но я все равно его не куплю. Так же, как и эти странные монеты, которые называются Пу Коэн, Илон Сперм Коэн, который, кстати говоря, очень нехило выстрелил. Ребята, ну это же не серьезно, это чушь полная. Сегодня пройдет шоу SNL с участием Милана Маска, и я думаю, что спустя 5-7 дней после него Доги Коэн может увидеть еще один всплеск цены, ведь зрители этого шоу, которые воспримут все серьезно и решат инвестировать, будут все это время учиться создавать свои кошельки или биржевые аккаунты для того, чтобы купить. Опять же, лично я не буду инвестировать в криптовалютные шутки, даже несмотря на такую движуху вокруг них. Я не отношу себя к профессиональным инвесторам, но и к новичкам уже тоже никак не могу относиться. Скажем так, я являюсь более серьезным инвестором, и поэтому я думаю, что когда рынок станет рациональным, мы, серьезные инвесторы, получим намного-намного больше, чем все эти пампы всяких Пу Коэнов. Мы получим то, что изменит наши жизни. И, кстати говоря, ребята, быстрые деньги обычно так же быстро и уходят, потому что люди, инвестирующие в такое, на самом деле не умеют управляться своими деньгами от слова «вообще». Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новом видео уже сегодня, поэтому подписывайся на канал, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Также делись видео с друзьями, комментируй. И обязательно, Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok